Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня среда, 10 апреля, и вы смотрите новости, предоставленные для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Проведение стресс-тестов для крупнейших банков США – весьма положительное профилактическое мероприятие не только для создания дополнительной устойчивости к кризисным ситуациям самих финансовых институтов, но и для всей американской экономики в целом. Как отметил глава Федеральной резервной системы, экономика США сегодня гораздо стабильнее и сильнее, нежели это было в 2008-2009 кризисных годах. Но, тем не менее, американские банки должны быть готовы к неожиданным проблемам. Судя по новым результатам, банки вполне способны противостоять любым потрясениям, и вероятность повторения ситуации, наблюдавшейся в 2008-2009 годах, сведена к минимуму. Тем не менее, Бен Бернанке ожидал увидеть более позитивные данные о состоянии банков. Экономические условия также далеки от идеальных. Такой пассимизм Бернанке отразился на настроениях трейдеров. Доллар по отношению к большинству валют опустился. Индекс упал на 50 пунктов к отметке 82,5 пункта. Слабость американской валюты объясняется также и наращиванием активов на балансе ФРС в ходе программы стимулирования экономического роста и занятости. Это были новости рынка Форекс, подготовленная для вас компания Инстафорекс. До встречи!